Девушки отдыхают Мне очень жаль, но я боюсь, что я не могу себе позволить Похоже, она начинает петь, когда вы говорите неправду, Са Да, эта же мысль пришла и мне в голову Вот именно, я не могу врать Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще От того, что вы говорите, мне становится страшным Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я Самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания Никогда, ни в одной стране мира, власть народу не принадлежала Так а зачем вы тогда перед народом сидите? А вот я сейчас объясняю вам Чтобы таких дураков, как вы, больше не было у нас Вы все еще не можете понять Дайте власть народу Что такое народ? Как вы представите народ? Сто миллионов Как вы ста миллионов дадите власть Так погибет любое государство Ничего не соображает Совершенно мозгов нет Россия настроена на мигрантов В связи с этим требуется Конкретизировать задачи перед правительством и руководителями регионов По созданию сети государственных адаптационных курсов Для трудовых мигрантов и их детей Следующая задача Это обеспечение успешной интеграции и адаптации Внешних и внутренних мигрантов Очень важно создать надлежащие условия для интеграции мигрантов Защитить их права и свободы Обеспечить социальную защищенность Потому что сейчас наступает критическая фаза И как вы поняли Социальные паразиты уже действуют открыто То есть они сняли все маски Я считаю это агонии Но агония чем опасна Знаете, даже заяц в агонии Он опасен, потому что может распороть когтем И человеку много чего Поэтому это агония Это не значит, что если не погибает Система паразитическая гибнет Значит она перестала быть опасной Она опасная Поэтому они, имея контроль финансовым и так далее Естественно пытаются сделать все Чтобы уничтожить собой Перед тем как уйти самим Уничтожить как можно больше всех остальных Или наоборот поработить Чтобы уже за кусок хлеба Все готовы были продать Не только родину Но и себя самих и своих детей А я думаю, что мы не позволим Даже при голоде это не позволим Мне так кажется Чтобы готовить будущий отход Всей еврейской мировой диаспоры в Россию А у России огромное пространство Можно будет сделать железный занавес От Китая И заселиться в Сибирь И все евреи Да вот европейскую часть и здесь И здесь создать наконец вечное государство Где евреи успокоятся И многие будут благодарны Что сюда придут все деньги мировые Вся цивилизация Все достижения человечества Будут только здесь в России Поэтому у России будущее есть И вы считаете это хорошо? Вот это будет хорошо Но это будет лет через 30-40 А сегодняшним мальчишкам в Петербурге Что им сказать, когда у них нет денег на кроссовки Не могут играть в футбол Не могут поехать отдыхать Как им сказать, что это будущее Наше будет хорошее Сегодня относитесь хорошо к евреям Потому что это будущие твои начальники Как это все сказали? Ну посмотрите Действительно за последние 200 лет Что мы вместе Как писал Солженицын Но не было лучшего царя Для евреев Чем Путин Путин царь Это понятно Как бы он там не назывался Но лучшего не было Пусть царь Никуда евреев не тянет Он их не хочет Не крестить Не привести коммунистическую веру Хотите быть религиозными Пожалуйста Вот вам Идиши вы светскими Пожалуйста Всякие спортклубы И клубы Хотите уезжать Уезжайте Хотите уезжать Возвращайтесь То есть пожалуйста Все что хотите Действительно Такого не было никогда Означается это Что евреи не имеют права Высказывать свое мнение В каких-то вопросах Который там живет Очень боится сглазить Что ребята Нам сейчас так хорошо Что не трогайте нас Не лезьте Не кричите А это возможно Вообще вы считаете Сегодня Заметить гайки На национальной Это невозможно Потому что евреи Они всегда были Всегда везде Впереди Каждого паровоза Тем более И в плохом Вы знаете что И Путин Это очень хорошо Для евреев И Путину хорошо Потому что За эти 8 лет Я могу Совершенно четко сказать Никаких ущемлений В развитии Еврейской национальности В России С государственной точки зрения Не было Наоборот Все те люди Которые Обладают Теми или иными Талантами Продвигались Занимали Соответствующие Должности Приуспевали В бизнесе И так далее Что касается Медведева Поскольку он является Преемником Владимира Владимировича То я думаю Что эта политика Безусловно Им будет продолжаться Это с одной стороны А с другой стороны Он сам По национальности Даже по Строгим Еврейским Законам Он сам По национальности Еврей Потому что У него мама И бабушка Еврейки Вот Фамилия Шапошниковы И Он С большим Уважением Относится К религии Вообще Я думаю Что нам нужно Очень много Гастарбайтеров В нашей экономике Нам нужно Гастарбайтеров Не меньше А больше И Вечер добрый Алло Здравствуйте Вы не подскажете Вот А как вас зовут Михаил Юрьевич Да Михаил Юрьевич Когда наступит время Когда евреи Перестанут учить русский народ Как нам жить Оно не настранит никогда Спасибо Потому что русский народ Является православным народом А православие основаны евреями Иисусом Христом Богородицей И двенадцати апостолами Все это были этнические евреи Поэтому прошу прощения Вам придется с этим смириться Добрый вечер Как воспринимать Я не знаю Вот Верите ли Вы нам С отцом Александром Но как только будет Электронный паспорт Я первый его приму Чудом божьим При активном участии Руководства страны Нам удалось Выйти из этого Страшного Системного Разрушающего Сами основы Народной жизни Кризис И тем не менее И тем не менее Сегодня Россия Это богатая страна Тот факт Что сегодня В Испании Когда это одна Из процветающих стран Массово продается Недвижимость Испанцами И массово Покупается Россиянами Очень хороший сигнал Всему миру Страна Которая бедная Которая в кризисе Не может Позволить себе То Чего сегодня Не позволяют Богатые страны Огромную роль В исправлении Этой кривизны Нашей истории Сыграли Лично вы Владимир Владимирович Я хотел бы Вас поблагодарить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»